Любить и быть любимым – самое приятное чувство. Такое ощущение, что вокруг наших сегодняшних гостей даже воздух пропитан счастьем и теплом. Красивая семейная пара, которая восхищает своей гармоничностью, красотой и талантом. Он – великолепный музыкант, солист камерного хора «Алания». Она – талантливая вокалистка и пианистка. Знакомьтесь, Дамьян и Вероника Корнауховы. Здравствуйте. Дамьян, Вероника, вы такие музыкальные оба. Это, несомненно, природный дар. Но, наверное, и родители тоже музыкальные. Ну да, у меня отец пел в хоре, уехал учиться в Омск. И там народный хор был, метелица называл. Они поездили по многим странам – Европы, Франция, Венгрия, ну, как мама рассказывала. И с детства я точно так же вместе с отцом всегда вот у меня сажал на колено и пели песни. Да, у меня так же мать привила мне любовь к музыке. Она просто заметила, что я подбегаю к фортепиано, начинаю петь и сама себе аккомпанировать. Ну, она подумала, что нужно продолжать традиции. Она тоже ходила в седьмую школу музыкальную тогда. Отдала мама меня в музыкальную школу. Так и началась музыкальная карьера, так скажем. Вероника, расскажите нам о том периоде, когда вы пели в хоре «Арион». Это был в Республиканском лице искусств, старшие классы, с девятого по одиннадцатый. Ольга Георгиевна Джанаева вела у нас просто хор и выбирала талантливых детей, которые потом пели в хоре. Мы выезжали за границу, мы были в разных городах. Германия, Испания, Италия, Венгрия. Множество городов. Это столько эмоций, столько впечатлений, о которых сейчас я вспоминаю каждый день. Но эта пора незабываемая была. И она мне дала такую основную базу. И душевное такое равновесие для меня – это успокоение, когда я вспоминаю вот об этом времени. Дамьян, у вас в репертуаре много песен легендарного Муслима Магомаева. Да, есть. Очень часто вы получаете заслуженные комплименты за достойное исполнение этих песен. Не было желания поехать, например, на «Голос»? Ну, желание было. Ездил не только на «Голос» я был и на «Факторе», а, ну, к сожалению, как-то проходил какие-то этапы. Но говорили мне, отлично поешь, все, но не формат. И какой формат их был, я не знаю. И вот, к сожалению, как-то, как-то. И сейчас я на данный момент в камерном хоре у Агунды Кукойте, в камерном хоре Лане. Я доволен. Я с семьей рядышком. Куда-то ездить, в Москву пытаться. Это пока что, я думаю, не сейчас. Чуть попозже. Может быть. Расскажите нам о том, как вы познакомились. Я учился в железнодорожном техникуме. И начал петь там. Вообще футболом занимался. Профессионально. А потом травму получил и начал петь. На студии с ней участвовать, первые места занимать. После решил поступить в училище искусств. Пришел на дополнительные занятия. У меня не было музыкального образования вообще. Ни школьного, никакого. И на дополнительные занятия в училище искусств приходил. И там познакомился с ней. Первый же день, когда мы познакомились. Она мне понравилась. И на второй день я сказал, будешь моей женой. Он очень настойчив был, упрям. Я не видела пока себя замужней, вообще с семьей. У меня были цели чуть другие. Я хотела закончить музыкальное училище. Я еще параллельно училась в СОГУ на Матфайке. Думала, я закончу училище и поеду. Поступлю в Гнесинку. Продолжу, так сказать, хоровое, дирижерское свое. Меня Ольга Георгиевна тоже поддерживала. Но он был настолько настойчив. И вот как-то внутри, душой, я вот как-то понимала, что это мой человек. Когда ты понимаешь, что все, что мы делаем, как-то все вместе. Мысли даже у нас одинаковые были. Вот там мы познакомились, как говорится. Училище стало отправной точкой. Сегодня вы родители троих замечательных детей. Расскажите о них. Ну, они у нас... Два мальчика у нас с погодки и девочка младшая. Они тоже очень талантливые. Но в плане пения и музыки как-то мы пока их не развиваем. Единственное, что они очень сильно любят танцевать, проявлять себя в актерских способностях. Старший у нас ходит в детский театр «Премьера». Средний у нас учится в Лицее искусств на хореографии. Также и девочка туда ходит. Параллельно они занимаются бальными танцами. Ну, еще и футболом. То есть мы стараемся их занимать, чтобы по максимуму они были задействованы и развивали все свои способности. Может быть, в дальнейшем как-то вот потихоньку мы их все-таки приведем к тому, чтобы где-то тоже попеть. Нет, петь старший любит. Старший любит. Он и сочиняет песни, он и где-то танцует вместе со своим пением. Во дворце пионеров он тоже поет, но, так сказать, чтобы углубленно нет. Сольную, да. Пока еще нет, да. Ну, дай Бог, чтобы дети достигли больших высот как в учебе, так и в искусстве. Ну, а какие планы все-таки у талантливого семейного дуэта? Я все ей говорю, а она вот все стесняется и стесняется. Я говорю, давай, давай, надо, надо, начинать. Она как-то... Да, я как-то вот в тень ушла. Я думаю, может быть, после сегодняшнего дня, как мы вот исполним, люди посмотрят, и она захочет выйти на сцену вместе со мной. Да, он меня просит, говорит, давай вместе уже работать, мы уже семья. Как говорится, поначалу он мне не разрешал. Да, была ревность, нет, не надо. Дома дети. Дома дети. Дома дети. А сейчас уже дети выросли, более самостоятельные. Как-то и говорит, уже и поддержка где-то нужна, уже я и понял, что вот единое целое. Как-то вот мы сформировались. Вот, уже как без друг друга не можем. Поэтому, может быть, хватит мне смелости выйти вместе с ним. Конечно, не могу не спросить, по-вашему, в чём же всё-таки секрет счастливой семейной жизни? Друг друга понимать. Ну, любить, это любовь, она и к матери, и к детям, и так далее. А это больше, наверное, понимание. Слушать друг друга. Любовь — это трансформация. Сначала она бывает одна, потом она перерастает уже, когда и бытовые какие-то проблемы, в понимание. Где-то тебе нужно, ну, притихнуть. Промолчать. Дать ему возможность, да. То есть, ну, это вот такой этап, где каждый... То сначала он вроде вверх, потом чуть-чуть пониже, чтобы другой там где-то дать. Кому-то возможность побольше себя проявить, не настаивать, не нажимать. Вот хочет он поехать куда-то, говорит, я очень хочу поехать туда, попробовать себя там. Может быть, мне потребуется полгода. Хорошо, езжай. Я просто понимаю, что если он этого не сделает, он потом может пожалеть и сказать, а вдруг бы у меня получилось. То есть, вот такие моменты очень важны в отношениях. Дай Бог вам пронести эти светлые чувства ещё долгие годы. И, конечно, хочется послушать ваше замечательное исполнение. Какую песню подарите нам сегодня? «Эхо любви». Анна Герман и Лев Лещенко исполняли дуэтом. Вот мы исполним эту песню. Тогда просим на сцену вас. Покроется небо пылинками звёзд. И выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, Дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, Мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы За гранью смертеного круга. Я знаю, с тобой не рассанемся мы. Мы память, мы память, Мы звёздная память друг друга. Мы память, мы память, Мы звёздная память друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга.